Детское радио Детское радио С самого начала решили вам сделать Сувенир Стоп, мне дочь сегодня носки Подарила, я готов показать О, прекрасные носки, ребят, включайте скорее Это классический подарок На 23.00, молодец А мне другого и не надо Вот вам еще пригодится этот подарок Тоже пригодится Мы вам говорим 100% Это наш фирменный плед Будете пить чай В ваших новых носочках Смотреть хорошую Хороший фильм К пиджачку мне подходит С праздником Владимир, вас в первую очередь поздравляем Конечно, вы же и в армии служили Нет, я на флоте служил Расскажите, а какие качества Вы обрели Из-за службы Знаете, дело в том, что у меня Отец военный, царство ему небесное И мы, моя семья Мы служили практически с самого Сестра вообще с самого рождения Я практически с пяти лет Когда мы приехали в Германию Отец служил там И мы были вместе рядом Мама была фельдшером Поначалу, дальше, дальше По службе продвигалась Поэтому для меня военная служба Это, можно сказать Практически, да И детство, и все остальное Ну а то, Вов, уточни для маленьких слушателей Что Володин, папа Служил в Германии За нашу страну Потому что Все-таки Нужно разъяснить Да, что Наша армия Она в каждой точке мира Есть Да, это долго рассказывает Да, и мы вот с Марусей Проехали практически сейчас По всем Нашим базам военным Везде, которые расположены За границами И И внутри страны нашей Поэтому Хочется сказать спасибо Министерству обороны За то, что они в свое время Придумали такую Прекрасную акцию Которая называется Литературный десант Кинодесант По-разному Да, по-разному Ну самая главная акция Была, чтобы мы Ездили по нашей стране Не только по нашей стране Вообще там, где служат наши ребята И поддерживали их боевой дух Да Конечно же Песней Частичку добра Частичку искусства Душевность, так скажем Несли им и радовали Это прекрасно Расскажите, пожалуйста Как все-таки начался Сегодняшний день Вот с чего Как Владимир Вас будет в праздник Ваши красивые девочки Я встал первый Он всегда становится Первый И никогда не успеваем Поздравить То есть Бежать вот в комнату Да, там в сторону Ну, Ника сегодня уже поздравила Вот носки уже Мы видели А Маруся Причем она сама придумала Она сама это придумала Да Молодец А что она у нас как-то нарисовала И она сама их купила На свои деньги Девочка у нас снимается в кино Поэтому у нее есть свои деньги Так Вот это да На всякий случай Так, о кино мы поговорим Обязательно Обязательно Марусь, расскажите Как вы сегодня поздравили Владимира? Вы знаете, у нас у артистов Надо вообще забывать И что праздник Мы всегда готовимся к эфиру Мы всегда готовимся к концерту А то, что нужно поздравить Ну, мама такая Себя или своих членов семьи Мы вообще иногда забываем Вот у меня сегодня так произошло Пока дочь не сказала Я пойду подарок вручу Я, говорит, мам Там скрытую камеру поставила Сейчас он так неожиданно зайдет И, конечно, у нас папа Он не только как бы папа Он у нас в первую очередь Еще иногда бывает продюсером Иногда И он у нас Да-да-да Поэтому у нас выход начинается Знаете, сегодня было как в армии Когда мы еще спали утром А зашел папа, сказал Так, подъем Нам нужно собираться Нужно приготовиться Костюмы Прически И мы как в армии встали Начали тут же все исполнять Завтра готовить Надеюсь, надеялись и за 40 секунд За 40 секунд Нет, за спичку Поэтому вот такое у меня было Какое-то сумбурное поздравление сегодня Я исправлюсь к вечеру Так, Ника, что ты хотела сказать Ты говоришь, мама сегодня Мама, ну, я сказала Маму, а почему это ты со мной даришь подарок? А она такая Ну, понимаешь, ну, я там забыла Ну, ты же когда-то ко мне подстраивалась Кстати, да, пришло время и мамы подстроить Я согласна Знаете, если честно Мы папу нашего поздравляем В день военно-морского флота Он летом У нас очень классная традиция Мы одеваем все что-нибудь полосатое Потому что у нас понятно Какое полосатое? Тельняшки у всех Ну, нет, тельняшки у нас У всех разных цветов Иногда можем платье какое-то одеть Но главное, чтобы это была полоска Цветно-морской волны Так скажем И ныряем в бассейн Где бы какая бы погода ни была Дождь, ветер Но все-таки Поплавать нужно в этот день С песнями потом все выкладываем в наши социальные сети И все видят И все радуемся Готовит макароны по-флотски Шашлык Шашлык это так А вот макароны по-флотски Должен в этот день попробовать каждый Это точно А сегодня есть какие-то планы? Или вы действительно этот праздник Так широко не отмечаете? Не собираетесь? Там может быть Каким-то расширенным составом? Главные планы детской радио Главные планы Главные планы Поздравить 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 Детского радио Всех, кто Служил Кто собирается Служить Кто хочет Ну, еще Нашим Маленьким слушателям Кто хочет выбрать Профессию военного Сейчас это очень здорово Что можно выбрать Такую профессию Вот у нас в семье Как сын моей сестры Дима Племянник Крестник Он хочет стать военным Он сейчас поступает В кадетский корпус Я желаю ему Чтобы он поступил В кадетский корпус И, так скажем Освоил эту профессию Я все, по крайней мере Для этого сделаю Но он сам Сильный Он готовится Он занимается Борьбой Каратэ Под мамином присмотром И под бабушкиным Взором Взором И прекрасный у него тренер есть Поэтому я вообще Всех их поздравляю С этим сегодняшним днем Знаете На самом деле День защитника Отечества До сих пор Не очень Вот для меня Не очень привычно У меня всегда был День Советской Армии Военно-морского флота Поэтому всем папам Которые служили В это В этих В это время Тоже с праздником И троекратное Ура! 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 Да, мы тоже присоединяемся К поздравлениям Ну и сегодня, ребята Хотим вам сказать Конечно же У нас в студии будет Живой концерт Безусловно Прекрасный звук Исполнение Прекрасных песен Можете заходить Прямо сейчас На сайт Дети.фм Включать Видеотрансляцию Она работает Прекрасно А также, ребята Конечно, вы можете Задать свои вопросы Нашим гостям Гостям Плюс 7 916 968 0968 Ватсап Вайбер Телеграм Детского радио Также можете позвонить В прямой эфир 8495 134 56 64 Напомню, что в гостях у нас Семья Левкиных Папа Владимир Мама Маруси И дочка Ника Ребята у нас, кстати Любят задавать вопросы Сейчас посмотрим Очень, конечно Вопросы сегодня могут Прозвучать Так что готовьтесь Ник, ты тоже Потому что Знаете, как раз Ника Пыталась дозвониться До детского радио И у нее пару раз Это получалось Она передавала Привет И своей семье Так что никогда не сдавайтесь Если захотели дозвониться То звоните Даже ночью Но все-таки Дозвоните Поднимет трубку Сторож Детского радио Есть у нас такой Не слышишь Колыбельная играет Иди спать Кипитоша дежурит Кипитоша дежурит Но он спит Гарик Он только с утра просыпается Да как вон он ходит Ник, смотри Вон и Кипитоша пошел Вот Сзади меня стоит Это картинка А тут настоящая Так Ну так как Катя Ты сказала Что сегодня у нас будут Еще и песни Это прекрасно Я предлагаю уже Перейти к первому Музыкальному номеру Расскажите С какой песни мы начнем Ник Может быть ты Рассказывай Давай Потому что Знаете Наш альбом Который выйдет Буквально в мае Он будет называться Семейным И там Ника будет петь Про папу Про сладкоежки Маруся будет петь Про доченьку Я буду петь Про маму Мы все вместе Будем петь Про семью И про солнце И про вообще Все то что происходит Знаешь какая идея Взять диск На семейном празднике Его поставить И не выключать Потому что У Ники допустим Есть песня Звезда Которую она написала Вместе с Андреем Балашов Четыре года Четыре года Ей было И она такая Современная Есть такие песни Для старшего поколения Есть песни Для среднего поколения В общем есть Для семьи На все случаи жизни И очень мне нравится Песня Мамины сны Которую написал Вячеслав Борзов Это человек Который написал Когда-то для меня Месяц мая А сейчас мамы Мамы детей Такие О месяц мая Владимир Левкин Мы узнали Да И поэтому Мы хотим Ну естественно Презентуем его вам На детское радио Посмотрите Может что-то вам В эфир Приглянется Но вот сейчас Давайте Пускай Ника Споет песню Надо сказать Что эта сегодняшняя песня Посвящается Всем нашим защитникам Нашим папам Я думаю Что среди радиослушателей Их Большое-большое количество Потому что Папы всегда С детьми сидят В праздниках Или будущим папам Тоже немаловажно Это точно Ребята Ну что ж Любимый папа В исполнении Ники Левкина А также Ей помогают Конечно Владимир Левкин И Маруся Левкина Включайте видеотрансляцию Заходите на сайт Дети.фм Пожалуйста Мой папа Красивый Мой папа Счастливый Для меня и мамы Он самый любимый На улице В школе На всем белом свете Я лучшая дочь Для него На планете Мой папа Огонь Мой папа Вулкан Он сильный Как самый крутой Ураган Ведь я для него Любимая дочка Мой папа Забэр И на этом Дочка Любимый Папа 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 Любимый Папа Папа Любимый Папа Папа Всем детям Люблю тебя Любимый Папа 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 Любимый Папа 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 Любимый Папа Папа Сердце Папа 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 Ведь я для него любимая дочка Мой папа с ДП и на этом дочка Любимый папа-папа-папа Я со всем сердцем люблю тебя Любимый папа-папа-папа Любимый папа-папапа Любимый папа, папа, папа Сердце поет для тебя Мой любимый папа Ребята, сегодня у нас в гостях семья Левкина Мама Маруся, дочка Ника и любимый папа Владимир Левкин Да, всем папам посвящается, конечно же, эта замечательная, добрая, душевная композиция Действительно, проводите больше времени со своими детишками Вот по Нике видно, что с папой любят время проводить Скажи, что больше всего любишь делать с папочкой? Ну, петь, наверное, петь Нет, ну я люблю ходить в магазин О, конечно! Мне кажется, это самое любимое занятие Папу дочки уговорить можно на все, что вы Мама не ведется, да Да, 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 мама Мой полицейский, папа добрый Папа тебе покупает все, что угодно, вот ты захочешь что-то, да? Ну, иногда бывает, смотрю я на что-то Так? Да, а папа только Будешь? Такая буду А если я смотрю? А мама вот не очень понимает намеки Мама отводит глаза Мама все понимает Мама понимает, но не реагирует Да, но обычно надо на папу посмотреть такими глазами Как из Шрека, да, у кота Пожалуйста! Да, и все, мне кажется, его сердце растоплено Так, ребята задают свои вопросы, пишут на наши мессенджеры Ребята, напомним, телефон Плюс семь девятьсот шестнадцать девять шесть восемь ноль девять шесть восемь Задавайте свои вопросы Можете позвонить также в прямой эфир Восемь четыре девять пять сто тридцать четыре пятьдесят шесть шестьдесят четыре К нам уже дозвонилась Людочка Здравствуй, Люда Люд, привет Здравствуйте Здравствуйте, Люда Привет Задавай вопрос Как много времени вы проводите с папой? Ну, мы вместе почти всегда Да, двадцать четыре часа, двадцать четыре на семь На самом деле, знаете, у нас может быть немножко неправильная семья С одной стороны, она где-то советская Потому что мы с Марусей Ник вывозим в школу день через день То есть мы сами занимаемся своим ребенком У нас нет няни, ну, так получилось Что мы можем много времени уделить своему ребенку День я, день она И на самом деле, получается, все очень здорово У нее театральная школа И когда даже мы едем обратно, допустим Или, ну, в школу-то она, конечно, еще спит А вот обратно, да Мы с ней слушаем джаз-радио Мы с ней слушаем какую-то классическую музыку И это всегда интересно Я расскажу, зачем Обязательно перерыв мы слушаем Между джаз-радиом и классической мы слушаем детское радио Очень хорошо, что ты подметила, Ника Спасибо Подметим, да Нет, ну у нас три кнопочки Три кнопочки-то заряжены, конечно Никуда не денешься Три Вторую не скажу Любовь к музыке Это у вас, естественно, семейная И Ника благодаря вам поет, да Вам с Марусей Нет, не благодаря нам Ну, благодаря нам в какой-то степени Мы ее вообще не заставляли Никто не заставлял В свое время однажды Когда мы пели с Марусей на одном мероприятии Маруся еще не отпускала ее с рук И вот Ну, нас очень попросили спеть Мы пели Три месяца Ники был Да, мы пели песню И Ника выхватила у Маруси микрофон Три месяца И начала мычать вместе со мной Я смотрю, она мычит-то в ноты Я думаю, ну ладно, посмотрим, что дальше будет Я из тех родителей, которые считают, что ребенок должен развиваться сам Мы можем поддерживать Мы можем каким-то образом, ну, даже не направлять Поймите, все свои ошибки Вот моя старшая дочь Вика Она однажды, когда Ну, у меня были постоянные гастроли Я ее практически не видел Я очень сожалею об этом Но, с другой стороны Сейчас мы все вместе дружим И все вместе собираемся Когда она была маленькая Она ходила на теннис На куда-то Спортивные какие-то мероприятия На музыку Везде-везде Я приезжаю и говорю Вик Скажи мне, пожалуйста Зачем тебе столько много? Она говорит А мне пока все нравится Понимаешь, пока ребенку все нравится Надо это поддерживать Пытаться, по крайней мере Тем более сейчас очень много Различных бесплатных секций За то, что не надо платить За то, что просто приходишь И там занимаешься И люди с удовольствием этим занимаются Насколько я понимаю Насколько я знаю, как папа Ника очень любит Как это называется у тебя? Рисование Рисование Еще природа своими руками Что-то там такое Это красота своими руками Красота своими руками Всякие И театральные вещи Ну, естественно Как вот кто бы Кому бы театрально Это не нравилось вообще На ответ Люды Папа, конечно, проводит с Никой Столько времени, сколько может Потому что у нас больше занятость Не у папы, как вы поняли А у Ники С праздником Поздравляем, конечно, всех мальчишек Которые слушают нас Их папа Хотя вот папа Знаешь, не хочется даже поздравлять Надеюсь, они еще спят Ну, может же такое быть счастье Ну, возможно А почему бы и нет Так отсыпаются И дедушек мы тоже поздравляем И дедушек тоже И женщин военнослужащих После эфира поедем поздравлять Моего папу Дедушку Ники Потому что у нас так принято Что все такие праздники важные Мы все-таки проводим в кругу семьи Очень хорошо Это абсолютно верно А есть у вас фирменное блюдо Семейное Которое, может быть, готовит Либо Ника Либо папа Либо всей семьей Вы готовите на празднике Шашлык Нет, ну всей семьей Мы готовим пельмени обычно Это, кстати, круто Это обычно на Новый год Да, я люблю делать мясо Там, не важно, шашлык это Или стейки У мамы у нас всегда Очень вкусные Получается все Пирожки Очень вкусные Скромная мама Пирожки 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 с чем? Совсем Совсем? Да Красивые тортики Ммм, сладкое Мне так нравится сейчас наше время Потому что можно открыть интернет И посмотреть любой рецепт И попробовать И если нравится И нравится твоей семье То это здорово Что этот рецепт попадает в твою семью Поэтому Вот я всем девочкам рекомендую Сегодня зайти в интернет Выбрать какое-нибудь блюдо И своим папам Братикам Приготовить что-нибудь вкусненькое Это лучший подарок для мужчин А Ника с дедом пиццу готовит постоянно Вот, где-то сегодня приедете Будь пиццу Когда у нас будет кулинарная тема, Маруся Если вы не против Мы вас пригласим с пирожкой Ой, я с удовольствием На пику для детского ради Питошу позовем? Значит, естественно Да, он чаем угостит Ника, скажи, сколько песен ты сама сочинила Гриша спрашивает из Волгограда Ну, я сочинила всего лишь пока одну Но у меня еще пять в процессе Родители об этом не знают Нет, мы знаем Потому что Ника занимается в музыкальной школе И докладывает все вам Нет, нет, нет Она иногда садится дома И импровизирует на фортепиано Вот, и иногда мне что-то показывают Я снимаю ее на видео Это такое пока романтичное Красивое А в вашей семье кто на каких инструментах вообще умеет играть? Так, ну поскольку это сейчас мои предположения Папа Баян Ой, я начинал, но Баян я уже не помню ничего Да, да, да Дай бог, чтобы на гитаре что-то сыграл Папа гитара Баян Гитара Баян И мама флита А я на горне еще умею На барабанах, между прочим Вот Видишь, как много нового мы узнали Сегодняшний праздник На самом деле сейчас кто занимается музыкой В музыкальных каких-то учреждениях Это может быть и музыкальная школа Или какой-то центр сейчас творческий Обязательно нужно выбрать какой-нибудь музыкальный инструмент Потому что это настолько развивает и музыкальный слух И вкус, и ритм Ну все-все-все-все Ну вообще гармония, конечно, это пианино Ну я имею в виду рояль, пианино Либо это вот инструменты гитара Потому что две руки по-разному играют Баян Гармошка две руки играют по-разному Духовые инструменты вообще все при дыхании Да, все духовые инструменты развиваются дыхание Кому что, кому что ближе Скрипка, допустим, да Тоже две руки играют по-разному Ну скрипачи это отдельная история Потому что нужно иметь очень-очень Очень абсолютный слух, я бы так сказал Тонкий Абсолютный, нет, здесь нельзя Тонкий, здесь нужен абсолютный Так, наши радиослушатели интересуются Когда же, когда же будет следующий музыкальный номер? Спрашивают и спрашивают Да хоть сейчас Прямо сейчас? Отлично Так, какую песню мы исполним? Точнее, вы исполните сейчас? Давайте я сделаю подводку Мы исполним сейчас песню «Солнце» Написал ее Андрей Балашов Который вместе с Никой написал в свое время песню «Звезда» «Звезда» Но на самом деле он для нашей семьи написал очень много песен Мы ему очень благодарны Потому что вот все-таки тема такая детско-семейная К большому сожалению, она не очень как бы развита Многие композиторы не хотят писать для детей песни Поэтому мы слышим в детском исполнении песни про «Я тебя люблю» и «Я без тебя не могу» А мы поем немножко другое Мы поем вот, допустим, в этой песне мы поем все равно о семье Хотя и песня называется «Солнце» Отлично Ника Левкина на детском радио «Живой звук» Ребята, заходите на сайт детско.фм Включайте видеотрансляцию Ну и, конечно, делайте свои радиоприемнички погромче Там, за окном, вижу словно красочный альбом Оу-оу-оу, он мне знаком, знаю полон он чудес Оу-ля-ля-ля-ля-ля Не запутай мне идти чуть-чуть-чуть И барышков облаков добавлю Там тропинку я отыщу веке Солнце через край Льется-льется Первый, кто ему улыбнется Пусть узнает, сколько красот нам подарит рассвет Каждого из вас Пусть коснется, румяется на щеках Остается яркие лучи Мы с тобой большой соберем букет Нам пополам солнце дарит лянец берегам Оу-оу, и все цвета разольет краски с небес Оу-ля-ля-ля-ля Заиск ряда с серебром лучи Поиграя для нас ярким светом Я хочу узнать, что там впереди Солнце через край Бьется, льется Первый, кто ему улыбнется Пусть узнает, сколько красот нам подарит рассвет Каждого из нас Пусть коснется, румяется на щеках Остается яркие лучи Мы с тобой большой соберем букет Ну что, поем вместе? И вы тоже Солнце через край Бьется, льется Первый, кто ему улыбнется Пусть узнает, сколько красот нам подарит рассвет Каждого из нас Пусть коснется, румяется на щеках Остается яркие лучи Мы с тобой большой соберем букет Теперь вы Солнце через край Солнце через край Молодцы, еще раз Солнце через край И вы Солнце через край Молодцы через край Вот так, все вместе, все дружно Мы спели на детском радио Живой звук и солнышко появилось в нашей студии Благодаря семье Левкиной Семья пополнилась еще двумя человек Да Да, мы не просим Мы не просим Да, сейчас Собираемся на кастроли Все, едем Хотелось бы быть детьми Фу, слушайте Здорово получилось у нас сейчас Как-то здорово по-семейному действительно Да, ну потому что Песня хорошая на самом деле Песня очень красивая И хочется побольше таких песен, безусловно Очень красивая песня И я все-таки ее на хит-парад детского радио предоставлю А вы, ребята, пожалуйста, тогда голосуйте, голосуйте Для того, чтобы было много солнца и ужас Да, у нас там есть песня «Любимый папа» Но я думаю, что вот эту песню просто как семейную Было бы здорово, сейчас мы ее сделаем Но она у нас заживая И вот просто поем всегда в концертах вот так вот Вместе со зрителями Нет, она у нас есть в записи Но дело в том, что мы, когда ее записывали Никуша еще была маленькая И там еще такой маленький голосочек И, конечно же, мы не можем пока ее как-то ставить в эфир Потому что Ника уже подросла И голос у нее уже другой И вокал другой Она же занималась Да, кстати, для родителей Те, кто хотят, чтобы дети пели Понимаете, голос очень меняется Когда у человека появляется инструмент То есть когда у человека появляется инструмент Голос сразу начинает меняться Сразу ухо начинает немножко по-другому воспринимать И он сам практически начинает развиваться Он развивается с помощью инструмента Не забывайте это Просто ходить вокалить Ну, хорошо Так тоже можно Это тоже можно, конечно У нас в России, на самом деле, такое количество прекрасных педагогов Потому что вот Никуша в свои 4 года попала к потрясающей Нике К сожалению, ее уже нет в живых Да, потому что вот у нас была такая страшная болезнь Которую мы все должны победить, коронавирус Ее не стало Но она нашла такой подход правильный к деткам Где не заставляет их работать А заставляет их именно проявить себя Свою природу, свой артистизм Ну, на самом деле, продюсерский центр «Голосок» Где я сопродюсер Это цветик разноцветитель Алена Кокошкина тут у вас поет Это вот наши уже девочки и мальчики, которые идут Да, там прекрасный педагог по вокалу Ольга Дворянцева Которая занимается, кстати, она мой соавтор Точнее, я, наверное, ее соавтор Или она мой соавтор, очень часто, да И она, у нее своя методика занятий И она занимается и с Никой, и с Марусей иногда И со мной, когда надо Потому что, ну, есть разные задачи Есть, иногда хочется спеть ту песню, которую, ну Ну, по идее, точно бы не спел Но вот хочется, да И поэтому есть какие-то определенные упражнения Когда ты дотягиваешь свой вокал до того, куда надо Ну вот, вы знаете, вот вы сказали, что вам очень хочется спеть И сейчас, мне кажется, у вас будет такая возможность Ну да, так как праздничный эфир Я предлагаю не останавливаться Потому что есть прекрасная песня Которая называется «Семейный альбом» Да, и она будет Очень подходит Да, и она, это заглавная песня нашего нового семейного альбома Который выйдет Заглавная, это главное В мае Спасибо Написал ее Музыку написал Андрей Балашов Стихи написала Светлана Цапанова И ваш покорный слуга чуть-чуть Кое-что поправил Я просто хочу, чтобы детки обратили внимание, что перед каждой песней дядя Вова Левкин рассказывает про авторов Потому что это настолько важно, когда не только артист поет на сцене, а еще есть целая команда людей, которые придумывают музыку, сочиняют музыку, придумывают стихи Дело в том, что авторы, это тоже наша семья Авторы, это наша семья Вы не представляете, когда мы выходим с Ацетиком-Разноцветиком вместе, когда вот это очень много людей и поем песню «Солнце» Понимаете? Это энергетика бешеная Поэтому мы очень любим наших авторов Мы им очень благодарны И сейчас мы споем песню «Семейный альбом» А вы подпевайте Обязательно Итак, «Семья Левкиных», «Семейный альбом» Прямо сейчас, в прямом эфире, на детском радио Включайте видеотрансляцию, ребята, в нашем сайте дети.фм Солнце луч коснулся крыш И я красил небо синим Ты еще так сладко спишь И видишь сны свои Вкусный завтрак на столе Приготовленный с любовью С вами счастлив каждый новый день Встречать от нас в солнце В жизни все порой непросто Нет ответов на вопросы Но все беды мы переживем Нам семью априори Не замерят инстастори Полистай в «Семейный» свой альбом В «Семейный» свой альбом С полуслова понимать На ходу читая мысли Это называем мы Телепатией любви Связаны с судьбой одной Нам ни по чем не внастья Море жизни нас уносит Полной к берегам счастья В жизни все порой непросто Нет ответов на вопросы Но все беды мы переживем Нам семью априори Не замерят инстастори Полистай в «Семейный» свой альбом Семейный свой альбом В жизни все порой непросто Нет ответов на вопросы Но все беды мы переживем О-о-о-о Нам семью априори Не замерят инстастори Полистай в «Семейный» свой альбом О-о-о-о В свой альбом И послушать на детском радио, и послушать на детском радио. На семью априори, не заменят инстасторик, полистай в семейный свой альбом. Семейный свой альбом. Важно, тем более здорово говорить об этом в праздник. А сегодня праздник, ребята, 23 февраля, отмечается в нашей стране. Еще раз поздравляем всех мальчишек, дедушек, пап, дядь, тренеров. Да всех мужчин и, конечно же, женщин, военнослужащих, которые несут нелегкую службу в Российской армии. Еще у меня вопросик будет для Ники. Никуль, помимо того, что ты певица, вокалистка, мы знаем, что ты еще и артистка. Расскажи по поводу этого витка своей карьеры. А, ну, в семь месяцев я играла сына Лобанова в интернах. Нет, сына. Быкова. Быкова, да. В сериале «Интерна». Так, то есть карьера начала с семи месяцев. Да, и играла я сына. Ну, понятно, потому что, видимо, волосиков было мало еще, да, на голове. Да, ну, у меня такая внешность, что я тогда была очень похожа на Быкова. Ты выучила текст в семь месяцев. Расскажи, пожалуйста, было ли много лет? Потом в два месяца я играла... Два года. Два года, да. Я играла дочь Лобанова. В этом же сериале, да? Неплохо. Да, тоже как текст выучила, не знаю. Ну, а какие планы сейчас? Вот что у тебя сейчас происходит, наверное, поприще? Сейчас. Нет, ты расскажи дальше, что у тебя вообще. А сколько? Ты жена сама. Да. Ну, я еще снималась в рекламах. В молодежке? Да, я снималась в молодежке. И я сейчас пробуюсь на много других фильмов. Скажи, ну ты же еще занимаешься театральным искусством, в театральную школу ходишь. Скажи подробнее, чем там занимаешься, чему тебя там обучают? Там я... Там мы ставим спектакли. Спектакли. И обычно мы в первой группе и ставим большие и длинные спектакли. На 8 часов? Ну, на 2 часа где-то. А, ну это нормально. Да. Кого тебе уже удалось сыграть? Какая роль тебе понравилась? Мне удалось сыграть уже отрицательного героя, главного. Главного отрицательного героя. Вот сейчас мы тоже ставим сценку про Красную Шапочку. Ну, там необычный... Ты Красная Шапочка или ты волк? Я Красная Шапочка. Отрицательный герой тоже. Я Красная Шапочка. Красная Шапочка. Это главный герой. Но это не просто Красная Шапочка. В этой Красной Шапочке есть еще и Бармалей, и доктор Айболит, и так далее. Все туда попали, да? Все сказки туда попали. А вот в прошлой пьесе я играла отрицательного героя, капитаншу, которая хотела, которая объединилась с другим кораблем. Ну, пиратскую. Да, пирату, что ли, да? Да, пирату. Понятно. Ну, слушай, очень здорово, столько разнообразных ролей. В общем, жизнь кипит, работы у тебя много, Ника, не смеем задерживать тебя. Вас уже, наверное, ждет дедушка. Ребята, к сожалению, да, наш эфир подходит к концу, наш праздничный эфир. Спасибо большое, что в этот день вы пришли на детское радио, устроили нам настоящий семейный праздник, потому что хочется, чтобы действительно дети проводили больше времени с своими родителями. А родители с детьми, безусловно. Я знаю, что нас слушают военные, с которыми я очень тесно связан. Хочу им передать привет. Они сейчас служат. Пользуйся ты случаем. Да, кто-то даже на границе, кто-то в Плесецке, кто-то на Дальнем Востоке. Хочу сказать, ребят, вместе служили, вместе и дальше пойдем. Я тоже хочу воспользоваться случаем и передать привет всем слушателям. И среди этих слушателей есть мои друзья. А какого-то мальчика выделяешь особенно, нет? Нет, меня слушает сейчас моя подружка. Ладно, по подружкам. Мальчики сейчас заняты, они поздравления получают. Принимают, принимают. Ну и, конечно, хочется пожелать мира, мира во всем мире, ребята. Здорово отпразднуйте сегодняшний день. Я с вами прощаюсь, а Гарик остается. Можно буквально секунду. Поздравьте нашу семью. Вот смотрите, у нас в этом году мне 55. Да вы что? Да, нашей семье 10. Марусе очередной 20. Плюс 20. Дикие очередные 10. 10, у вас юбилейный год. И у меня в этом году 40 лет творческой деятельности. И 18 марта в главклубе мы это все отметим. Так, 18 марта. 18 марта в главклубе. Это будет большой семейный концерт. Это будет, наверное, новый альбом уже. Это будет новый альбом. Это будет большой концерт. Можно с детьми прийти танцевать. Можно с детьми прийти танцевать. И открою маленькую тайну. В первом отделении будет практически вся на-на. Да вы что? Да, а во втором отделении будет наш новый концерт, который называется... Политов, Володька будет? Все спрашивают уже. Да. Конечно. И все. Все на-на тебе сказали. Практически все. Так что мамы танцуют в первом отделении, дети танцуют во втором. Я в перерыве с папами. И пирожки. И пирожки с вас тоже. И я с пирожками приду. Какого числа еще расскажите? 18 мая. Главклуб. Подписывайтесь на наши соцсети, мы там все расскажем. Представляешь? Билеты откроются буквально на следующей неделе. Семья Левкиных такой подарок мне на день рождения решила устроить. Семья Левкиных такой подарок мне на день рождения решила устроить. Семья Левкиных такой подарок мне на день рождения решила устроить. Пожалуйста, Лиджона, ты вся твоя. А я думаю, что нужно следить за эфиром детского радио. И несколько билетов мы обязательно принесем в студию и разыграем. Отлично. Здорово было бы. Спасибо вам большое еще раз за то, что пришли. Классно вам доделать, дописать, добить, так скажем, как говорят, ваш альбом. Он будет действительно душевный. Уже это чувствуется по вашим песням. Действительно, побольше бы таких семейных, хороших, добрых песен было бы в эфире детского радио, да и вообще в мире. Да. Ну и ждем вас всегда в гости. Спасибо. Спасибо. С праздником. С праздником. Детское радио.